Если 240 секунд это слишком много, я покажу, как сделать бейдж в 20 раз быстрее. Готово. Я вижу, как многие люди ищут варианты сделать бейдж в ворде для своего мероприятия. И когда я увидела, что у них получается, не смогла молчать. Я, конечно, понимаю, что можно спешить, торопиться и не иметь возможности поработать с дизайнером, но это не повод делать вот это. В этом видео я покажу, как сделать классный бейдж для своего мероприятия за 240 секунд без пап, мам и ворда. Вот что у тебя получится на выходе. Для того, чтобы сделать бейдж, тебе нужна следующая информация. Имя, фамилия, компания, должность и, конечно, твоя фотка. Если нет фотки, заходи в соцсети и ищи там, собственно, я так и сделала для этого видео. Вот еще раз, что получилось. Сейчас я покажу тебе демонстрацию своего экрана для того, чтобы прям пошагово рассказать, как я это сделала. Ну что, сначала открываем ноутбук, естественно, и заходим на сайт, называется kanva.com. Здесь можно зарегистрировать через фейсбук, что я сделала, очень просто, окей. Выбираем создать дизайн, настроить размеры, настроить так, 75 на 100 и в миллиметрах. Обязательно ставь миллиметры, а не сантиметры, иначе у тебя плакат получится, а не быть. Выбираем фон. Так, фоны здесь разные, разные на любой цвет и вкус. Я что-нибудь такое свеженькое хочу. Давай поищем. Так, так, так. Ну, давай вот этот возьмем. Окей. Дальше нужно написать имя, фамилию. Давай вставляем имя, фамилию. Ну, или что ты там захочешь на свой бейдж писать, обычно это именно так. Катя Сичкарт. Выбираю шрифт. Очень люблю пяти сансы, это бесплатный шрифт, подойдет для любых вот подобных документов. Дальше нужно показать должность. Соответственно, копируем и вставляем. Окей, копипаст. Пишем, я директор креативного агентства Сичкар Гру. Можно просто директор, сичкар, групп. Чтобы сильно жирненько не было и вот так вот не растягивалось, меняем шрифт, убираем выделение. Точнее, меняем размер шрифта. Так, перенесли. Следующее наше действие это фотка. Как ты помнишь, я скачала ее из своего же фейсбука. Перетягиваю ее сюда. Так, 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 грузись, грузись. Все, готово. Окей, появилась. Теперь мне нужно понять, какого размера ее поставить. Ну, вот примерно, наверное, такого размера она будет у меня. Все, фотка готова. Выравниваем, тут выравниваем. Все. Но что-то пустовато. Надо добавить сюда текста. Что я могу добавить? Элементы. Посмотрим, что у них есть. Вот так вот. Я думаю, что нужно сделать выделение. Это такой фончик, который можно ставить под свои надписи. Окей, расположение. Сейчас еще чуть-чуть и готово. Дальше. Конечно, нужно все это выровнять. И фотку, и текст, и подложки. Так, надо продублировать подложку. Наверное, сюда тоже она подойдет. Ну, не супер дизайнерские, ребята, но делаем первый раз, быстренько, и чтобы было видно. Так, поехали. Ну, у нас еще есть куча поля внизу. Давайте его тоже заполним. Что мы здесь можем написать? Ну, например, я сюда могу поставить кучу полезной информации или хэштеги. В данном случае давай я напишу хэштег. Крутое мероприятие. Та-дам. Крутое мероприятие. Так, подтянули. Угу, поставили. Так, так, так. Надо посмотреть, как цвета будут подходить под наш фон. Есть такой классный сайт, на котором можно посмотреть сочетание цветов. Вот можешь его скопировать себе. Пригодится на будущее. Посмотрели цвет, выделили. Так, выделили текст и добавили нужный нам цвет. Супер. То есть это не белый. Обратим внимание. Так, дальше нужно поставить еще хэштеги. Всех люблю и обнимаю. Вот такой у меня будет хэштег. Так, ну вот маловато хэштегов. Их много не бывает. Ставим еще один хэштег. Так, какой бы он был у нас. Делай отличный бейджи. Пускай он будет такой. Та-дам. Кстати, здесь пасхалка для особо внимательных. Так, дальше мы скачиваем. Лучше выбрать PDF. И скачать на свой компьютер. Готовим дизайн. Дизайн готов. Все, бейдж готов. Можно распечатывать. Ну что, бейдж готов? А главный вопрос на сегодня. Расскажи, какие смешные и нелепые ошибки ты видел на бейджах. Первые 50 подписчиков, кто подробно ответит на этот вопрос, получит от меня коллекционную дизайнерскую открытку в тему выпуска. Прям на свой домашний адрес. Тот, который вот на конвертике пишется. Кстати, прошлые открытки были вот такие. Открытки клевые, так что подписывайся, отвечай, получай. Субтитры сделал DimaTorzok